Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о моих продвижениях за прошлую неделю, а также рассказать, что я планирую вышивать во второй половине января. Сейчас вы видите два набора, у вас не двоится в глазах. Это действительно два одинаковых набора. Напомню, заказала я наборчик в магазине Мир Вышивки, для тех, кто не знает. У меня есть промокод INESA, который дает вам десятипроцентную скидку на вашу первую покупку. В описании под видео вы сможете найти всю информацию, а также ссылочку на этот магазин. В принципе, почти все свои покупки я делаю в этом магазине. Постоянные зрители моего канала об этом знают. Вот этот наборчик я нашла именно там, в этом магазине. Этот набор уже снят с производства. Во многих магазинах нет этих наборов. Это серия. И сейчас я расскажу, почему же у меня два одинаковых набора. Дело в том, что я совершила очень грубую ошибку, когда начала вышивать этот набор, и мне показалось, что исправить ее будет уже невозможно. Так, ну, в общем, обо всем по порядку. Когда я открыла этот набор, я увидела там Лугану 25-ю. Для меня это новое. Я вышивала на Линде. А в этот раз я решила попробовать вышивать на Лугане. Как-то у меня была трансляция, и мы там обсуждали, как вышивать на Линде или на Лугане. Для меня равномерки это было новое. И мне кто-то написал, что нужно вышивать через две ниточки переплетения. Да, именно так нужно вышивать на Линде 27-й. Но на Лугане 25-й нужно вышивать не через две ниточки, а через одну. В общем, то ли я что-то не так поняла, то ли мне совет дали неверный. Я сейчас уже не помню. Но поскольку это была моя первая работа, я начала вышивать. Разметку не делала. Начала вышивать от центра через две ниточки переплетения. И не могла же понять, почему у меня так быстро заканчиваются нитки. Нитки заканчивались быстро, потому что размер моей картинки получался в два раза больше, чем в оригинале. В оригинале картинка 13 на 16 сантиметров. Моя же картинка получалась намного больше. И когда я вышла вот этот участок и вижу, что у меня вот эти вот верхние цветочки не умещаются, я уже начала думать, что же мне делать. Уже хотела убрать эти верхние цветочки. Вот так срезать рисунок. В принципе, тогда бы уместилось все. Но мне нравится именно картинка целиком. Но я решила отложить эту работу до лучших времен. Подумала, когда я решу, что с ней делать, тогда продолжу. В общем, я всегда так. Если у меня что-то не идет, работа не идет, значит, ее нужно на какое-то время отложить. Вот так получилось с этой работой. Я ее отложила. А потом, когда я опять ее взяла в руки, в принципе, я не люблю недоделки. Я люблю все доводить до конца. Поэтому меня все-таки эта работа не отпускала. Меня постоянно к ней тянуло. Думаю, что же мне сделать. Я начала уже подбирать нитки. Какие у меня были в доме нитки гамма. А в оригинальном наборе идут нитки анкор. В общем, я начала подбирать нитки. Вроде бы я их подобрала. Но, опять же, вроде бы, да. Вот, видите, оттенки чуть-чуть отличаются. Вот, видите, немножко отличаются. И вот этот оттенок отличается. И вот этот оттенок чуть-чуть отличается. Ну, вот этот, вроде, казалось бы, один в один оттенок. Но немножечко более насыщенный. Да, такой цвет получается. Ну, и с зелеными вообще проблема. Кстати, сколько бы зеленых ниток не было у меня в запасе, никогда я не могу найти нужный цвет. В общем, зеленые нитки надо, наверное, покупать. Все, какие есть. Вот всю палитру гамма, наверное, надо купить. Вот на такой случай, когда где-то не хватает. Постоянно с зелеными нитками проблема. Их, по-моему, больше всего оттенков. Я, конечно, не утверждаю. Но, на мой взгляд, в моей коробке больше всего зеленых ниток. И никогда я не могу подобрать нужный цвет. Ну, в общем, подобрала, да, более-менее. Вот уже на планшетку развесила. Но, может быть, кого-то и устраивает вот такое сочетание цветов. Да, вроде не один в один. Но, опять же, это цветы, тут не критично. Но я в этом плане человек капризный. Я хочу видеть картинку такую, какая она задумана автором в оригинале. Если что-то немножко будет отличаться, меня это будет раздражать. В общем, я посмотрела цену набора на сайте и решила, что не стоит мне так мучиться делать подбор разными нитками. И тем более, что вот такую равномерку, кусочек равномерки я уже купила. Ну, вы знаете, да, что равномерка, она не дешевая. И цена равномерки была почти такая же, как целиком набор. Я решила оставить эту равномерку до лучших времен, когда я попробую шовчики. А я ее отложила и заказала наборчик целиком. В общем, что я буду делать? Руки чешутся начать что-то новенькое, да. Но я не могу начинать новенькое, поскольку я себе дала обещание заканчивать старенькое. Вот, тем более, что я ни к одному из своих процессов не перегорела. Они мне по-прежнему нравятся. Нужно завершать. Ну, и в то же время хочется начать, да, что-то новенькое. Ну, вот я решила побаловать себя вот этим наборчиком, вскрыть его и начать вышивать. Понятно, что здесь будет очень мелко. Вышивать через одну ниточку переплетения это очень-очень мелко. Для меня, во всяком случае, очень сложно. Этот наборчик не будет у меня продвигаться быстро, само собой. Но по чуть-чуть все-таки его надо начать вышивать. Понемножечку, понемножечку. Конечно, когда я вот так шпарила, вот таким крупным рисунком, вообще быстро вышло. Вот этот весь фрагмент у меня просто летел. Думаю, ой, еще немножко, да я уже закончу полностью работу. Но не тут-то было. Когда я увидела, в чем мой косяк, я притормозилась. Даже на какой-то момент думала, что я вообще эту работу брошу. Но нет, не в моих правилах бросать. Кстати, мне очень часто задают вопрос, когда я делаю много покупок, не пропадает ли у меня желание вышивать мои наборы. Нет, ни к одному из своих наборов я не перегорела. А также к своим начатым процессам я абсолютно не перегорела. Я не делаю покупки спонтанно. Я очень долго их продумываю. Я, так сказать, вышиваю глазами. И только потом, когда у меня возникает желание все-таки этот набор приобрести, то я делаю покупку. Никогда не делаю спонтанных. Ну, бывали у меня единичные случаи спонтанных покупок. Но, опять же, это были наборы, которые я до этого хотела приобрести. Но вот у меня с новинками частенько происходит. Я вижу, например, новинку. И я не кидаюсь ее покупать. В первый же день я все-таки какое-то время выжидаю. Бывает такое, что проходит неделька и там две, и мне набор разонравился. Или наоборот понравился, на который я раньше не обращала внимания. Ну, в общем, это я так покупаю. Я не говорю вам, что нужно тоже долго продумывать. В принципе, это дело ваше. Я говорю о себе. И ни один из наборов, который лежит в моей коллекции, мне не расхотелось вышить. Не захотелось его продать. Ну, пока у меня такого не было. Так что все они лежат и ждут своей очереди. И не нужно задавать мне вопрос, а когда же я все это вышью? Ребята, эти мысли наводят на какие-то грустные размышления. Сколько мне осталось жить, девчонки? Все-таки вы сдержитесь от этих вопросов. Это какой-то некорректный вопрос, когда же мы все это вышьем. Как будто, знаете, так нам какой-то срок отведен. Не хочу об этом думать. Так. В общем, у меня планы большие, грандиозные. Останавливаться я не собираюсь. Ни в своих покупках, ни в своих процессах. В общем, пока у меня все идет нормально, все идет гладко. И давайте не будем друг другу сбивать эту охоту, вот этот азарт. Вот еще, кстати, один вопрос. Где вы черпаете вдохновение? Если часто задавать такие вопросы человеку, то вдохновение как-то оно пропадает. А вот если об этом не думать, то ваше вдохновение не пропадет никогда. И как раз я хочу плавненько перейти к процессу, который у меня упорно вышивался неделю. И посмотрите, какие у меня уже хорошие продвижения. Процесс только что сняла с пялец. Поэтому, естественно, мятой вышиваю на пяльцах, не на станке. На станке у меня снежный барс. Я на этой неделе его не вышивала. Я хорошо продвинулась на прошлой неделе. А если вы помните, то в предыдущем видео я сказала, что хочу повышивать яркими нитками. И буду вышивать дольчевиту. Ну, в общем, как сказала, так и сделала. В этот раз я сама себе удивляюсь. Я снимаю видео. И то, что я планирую или обещаю, я выполняю. В принципе, для меня это не свойственно. Я всегда говорила, что творческий процесс у меня идет спонтанно. Я планы не выстраиваю. Я только себе намечаю что-то. Но я могу через два дня перехотеть и решить вышивать что-то другое. Вот. В этот раз все как-то идет вот так по порядочку. В общем, год начался удачно. Еще осталось мне завести тетрадку и переписать все свои вышитые работы. Я до сих пор не знаю их количество. Хотя я не подсчитывала, но девчонки подсчеты ведут. На YouTube статистику выкладывают. Я пока что-то к этому не готова. Нет, переписать, конечно же, нужно. Потому что, когда я снимаю то или иное видео, иногда нужна информация, какого размера картина, какие нитки в наборе. А бывает, проходит 2-3 года и уже забываешь какие-то нюансы. Вот для этого, конечно же, вышивальный дневник вести нужно. Бывает, нужны какие-то вставки. На вопрос какой-то ответить зрителю. А я, например, не могу ответить. Бывает, под видео двухлетней давности задают вопрос, и мне сложно сразу на него найти ответ. Для этого дневник, конечно же, вести стоит. Видео о моих готовых работах будет когда-нибудь. У меня было уже видео... Раз в два года у меня получаются такие видео. Но не потому, что я мало вышиваю. В принципе, я считаю, что я нормально вышиваю. И немного, и немало. Но вот как-то не хочется мне в Новый год заморачиваться с этими подсчетами. Видите, как у меня продвигаются процессы. Вот посмотрите. Я только сказала на прошлой неделе, что я начну вышивать. И вот видите, уже сколько я вышила. Вот эту арку, фонарь. У меня вот еще немножко. Вот, видите, уже меньше четверти осталось. Я уже приближаюсь к финалу. И сейчас мне нужно оторваться от этой работы и снимать видео о своих итогах. Или о планах на следующий год. Вот, поскольку я четыре месяца летом не вышивала, у меня была дача, путешествовала я, болела. Ну, в общем, была занята всем чем угодно, только не вышивкой. И я соскучилась. Я настолько соскучилась по вышивке. Я не хочу отрываться. Если сейчас я прервусь и начну делать что-то другое, я боюсь потерять тот темп, который у меня сейчас. В общем, я довольна. У меня работа. После работы вышивка. Все. Пока это мои ближайшие планы на январь. Поэтому ничего другого нельзя сбивать. Мне нельзя сбивать мои планы. Так, в общем, Dolce Vita, напомню, да. Вот такая вот картина от фирмы Чудесная игла. Размер 40 на 32. Вышивается на конве 14 каунта. Здесь бэк. В принципе, бэка так приличненько. Вот эти вот кирпичики вышиваются. Вот здесь чуть-чуть качельки. Ну, в принципе, не так много бэка. Вот. Очень много цветов мулине. 42 цвета. Обожаю я картины, где много цветов мулине. Не люблю монохромные работы. В общем, для меня чем больше, тем лучше. И вот смотрите, да, сколько зелени. Вот я вам говорила до этого. Сколько зеленых ниток не имею в коллекции, все равно их не хватит. Вот получилось, что у меня в этой работе. Это косяк, вообще такой косяк производителя. Первый раз я заостряю внимание на наборах Чудесной иглы. Всегда была ими довольна. Всегда все было шикарно. Первый раз у меня такая большая работа с полной зашивкой. И смотрите, что происходит. Катастрофически мало ниток. Почему говорю катастрофически? Потому что еще почти четверть работы вышивается. А вот на этой планшетке уже все нитки заменены. Вот посмотрите, вот эти зеленые, это все, что были у меня в доме. Я не пошла покупать нитки. Думала, ну, тут чуть-чуть, сейчас добавлю, сейчас добавлю. В общем, я уже добавляла. Я достала все свои наборы, которые были у меня завершены, вот работы и остатки ниток. Я перевесила сюда все остатки ниток. Я все свои запасы ниток распотрошила. Но нужных оттенков не нашла. Более-менее приближенные. В общем, что-то происходит неладное вот с этими нитками. Ну, вот этих, понятно, цветных используется мало. Тут буквально по одной пасме. Теперь у меня вот эти кончаются бежевые. У меня заканчиваются серые. У меня практически нет голубых. А белые нитки, белые нитки, это тоже уже взяты из моей коллекции ниток. В общем, здесь еще много желтого вышивать. Желтого тоже чуть-чуть. Вот такой оттенок, вот тоже мало. Я не знаю, где я возьму такой оттенок. В общем, первый раз у меня такое нарекание к производителю. Я не знаю, кому к производителю или к комплектовщице. Не буду сейчас я искать, кто комплектовщица. В принципе, я не собираюсь писать производителю. Но я, конечно же, могу докупить нитки гамма. Это не проблема. Но у нас всю неделю прошлую был мороз выше 20. Я не хотела ходить по магазинам и искать нитки. Вот серые, видите, тоже заканчиваются. Это уже показывала я. Не хочу ходить по магазинам. Именно поэтому я заказываю набор. Конечно же, цена у наборов чудесной иглы бюджетная. Поэтому я уж так сильно возмущаться не буду. Если бы цена была запредельная, то я бы, конечно, громче возмущалась. Ну ладно, это, в общем, не такая большая беда. И здесь не критично. Я считаю, что вот в такой картине, где деревья, это не критично. То есть, вот я дерево вышила, да. А если вот такой цвет встречается вот здесь, я его заменила. И, возможно, он чуть-чуть отличается. Но это незаметно. Потому что здесь трава, а здесь дерево. Да, ну, может быть, трава чуть-чуть отличается оттенком от дерева. Я думаю, это не так важно. И вот здесь, в общем-то, будет дорожка. И тоже, если я не найду песочный цвет, вот светло-желтый, какой-нибудь другой заменю, тоже, в общем-то, не важно. Не пойду в магазин. Осталось чуть-чуть. То есть, соберу из того, что у меня есть в доме. Пока я не вижу такой прям существенной разницы. Ну, я думаю, все нормально. Вот пугает только, что здесь вот сиреневая, вот видите, сиреневая земля. Очень много таких ниток. А у меня, я бы не сказала, что на планшетке их очень много. Вот, получается, что тоже не так уж и много. Неужели у меня уйдут все ниточки доедины, и еще и уйдут остатки с предыдущих наборов? Так, ну, что я хочу сказать? Вот по этому наборчику, вот по этой картине. Осталось чуть-чуть, да. Казалось бы, прям возьмись и закончи. А нет. Захотела я повышевать другую свою работу. Сейчас покажу. Прежде чем показать процесс, я сейчас вам покажу иконы, которые я оформила на прошлой неделе. У меня не только продвижение, у меня есть еще и оформленные работы. Вот так оформила. Рамочки выбрала одинаковые. Я, в принципе, не планировала их вешать вместе. Я их вышивала для подарка. Но мне показалось, что вот эта рама, она подходит и сюда, и вот сюда. Хотя, в принципе, можно было бы вышить три иконы и повесить их вместе еще Николая Чудотворца. Но так получилось, что я по одной иконе буду дарить. Ну, в общем, придется их разъединить. У меня Матрона вышита. И вот сейчас Господь Вседержитель и Казанская Божья Матерь. Вот эта икона сегодня поедет в Орск. Алина с Пашей поедут к Пашиным родителям. И вот эту икону мы решили им подарить. Очень нравятся мне эти иконы от фирмы Новослобода. В принципе, комплектующие меня полностью устраивают. Это, конечно же, не чешский бисер. Это бисер славянско-буса. Но, в принципе, он неплохой. Ну, в общем, что-то среднее между пресиозой и китайским. Но, в общем-то, в целом смотрится нормально. Когда вышивала вот эту икону, вот эти белые бусинки были впритык. То есть все до одной ушли. Обычно они остаются. А вот в этой иконе прям впритык. Но они очень легкие. Бусины по граммам идут. И как-то так получилось, что вот в этом наборе поменьше. В принципе, все наборы, которые я вышивала, комплектующих хватает. Никогда не было такого, чтобы чего-то не хватило. Еще стразинки есть в запасе. По нескольку стразин. В общем, вот такая получилась красота. Казанская очень мне нравится. Видите, здесь еще стразы идут на ореоле. В этот раз я вышивала не только белыми нитками, а нитки брала по цвету. То есть красные рядочки вышивала красными нитками, синие-синими, а коричневые-коричневыми. Ну, в общем, подбирала нитки по цвету. Не люблю вышивать мононитью. Я люблю вышивать обычными нитками. Детки мои уехали к Пашиным родителям в соседний город Ворск и отвезли в подарок икону Господь Вседержитель. Казанская осталась у меня. Обалденная икона. Очень она мне нравится. Вот это оформление я же сделала одинаковое. Вот к этой иконе вообще идеально подходит. Вот видите, здесь фон. Вот по краю идет фон. И цвет один в один, как на раме. Сейчас, может быть, у вас рама смотрится ярче. Но на самом деле вот этот фон вообще идеально сюда подходит. Оформила я в короб. Вот видите, короб я уже показывала в предыдущих видео. Так оформляю иконы, где бусы и стразы. Иначе будут бусы сильно прижаты. И вот эта обратная сторона будет выпирать. Здесь, как видите, ничего не выпирает. Все ровненько, идеально. Нравится мне, как оформляют в нашей багетной мастерской. Причем недорого. Видео отдельное у меня есть об этом. Вот такая замечательная работа. Можно повесить, а можно икону вот так поставить. То есть в короб очень хорошо оформлять работу. В предыдущих видео я показывала вот эти иконы, как я оформила. И мне сделали замечание, что очень быстро я показала. Ничего не успели разглядеть. Я планирую видео по этим иконам от фирмы Новослобода. Отдельным видео. Вот именно с процессом, как я вышиваю. Но срочно я не обещала такое видео выложить. У меня есть в планах на этот год. Потому что очень много запросов. Но и в то же время много претензий. Зачем вы столько много показываете видео на религиозную тематику. То есть у меня и на мусульманскую тематику есть вышитые работы. И на православную. Ну, в общем, я, если честно, не знаю даже, как быть. Заострять внимание на этом или не заострять. Мне не хочется, конечно же, чтобы мой канал был какой-то религиозный. Я просто вам показываю свои процессы. Поэтому сделаю отдельный ролик подробный. Вот именно об этих наборах. Также я их покупала в магазине Мир Вышивки. Там очень большой выбор. Выбор можете по ссылочке перейти. Ссылка под видео. И посмотреть, какое огромное количество там наборов от фирмы Новослобода. Я считаю, это вообще отличный бюджетный вариант. И хорошая замена. Альтернатива. Не замена. Наборы от фирмы Образа в каменях. Они, конечно же, неповторимы. Но все-таки не у всех есть средства купить такую дорогую икону. И хочется вышить что-то красивое. Ну, я имею в виду красивое. Для меня все, что блестит, все красиво. Бисером они тоже красивые. У меня есть большие иконы, вышитые бисером. Но я очень люблю стразы. Очень люблю пайетки. Всякие вот эти украшения. Бусы. Поэтому для меня, конечно же, вот это все очень красиво. Для меня, конечно же, это все очень красиво. Но очень устают глаза. Вот от этих страз у меня так все рябит в глазах. Вот это еще одна из причин, почему я задерживаю съемку вот этого видео. Я вышила подряд две иконы. Очень быстро я их вышила. И просто не могу сейчас смотреть на бисер. Мне нужно от бисера отдохнуть. Тем более, что здесь очень много золотого бисера. Вот видите, золото и бронза. И вот эти стразы, несмотря на то, что это не Сваровский, а самые дешевые пластиковые китайские стразы, они очень красиво блестят. Очень красиво блестят. Ну, мне обалденно нравится эта работа. Многие девочки говорят, что не получается рядочками вот так вышивать ровненько. Бисеринки пряшут. Я приспособилась. У меня есть определенная техника, по которой я вышиваю. Правда, вышивать в два раза дольше возможно. Но если приспособиться, то может и не дольше. Но, в общем, нужно мне вам показать. Вышиваю я швом назад иголку. Не так, как обычно я пришиваю бисер. Поэтому нужно, конечно же, показывать на камеру. Так словами не объяснить. Глаза немножко отдохнут. И обязательно покажу. Начну вышивать следующую икону. У меня уже есть на очереди. Подарила я Пашиным родителям икону. И еще мне нужно подарить икону Олиным родителям. Сватья. Ну, в общем, для сватьев я буду вышивать Николая Чудотворцы. И обязательно вам покажу. Ну и вот он мой процесс, который я планирую вышивать на следующей неделе. То есть у меня вот этот процесс. И если я от него устану, перейду на Дольче Вита. Все, беру пока два процесса. Ну и по чуть-чуть буду вышивать вот эти вот испорченные фиалочки. В общем, буду вышивать. Как устанут глаза, так перейду вот на эти процессы. Вот этот процесс тоже на 14-й конве. Не могу сейчас вышивать на конве мельче. У меня сейчас как раз мигрени, вот морозы, перепады погоды. И когда я сильно напрягаю глаза, все это просто невыносимо становится. Моментально начинается мигрень. Не буду я себя сейчас так утруждать. Вот, поэтому вот буду отдыхать на 14-й конве. Вышивая на 14-й конве. Вот с этим набором вообще получилась интересная и такая смешная история. Я вышивала и говорю, что-то мне сложно вышивать. 16-я конва. Ко мне приехала Аня и говорит, какая же 16-я, когда здесь 14-я? Я говорю, да ладно. А я уверена была, что здесь 16-я и мне было сложно. Но когда мне сказали, что 14-я, у меня прям работа быстрее пошла. Вот что означает сила внушения, ребята. В общем, когда я была уверена, что 16-я, все гораздо медленнее продвигалось. Но вот эти вот однообразные нитки, это такое количество цветов, ребята. Казалось бы, чего проще, да? Вот такой вот коричнево-желтенький дракончик. Но это просто какой-то кошмар. Я сейчас покажу вам кусочек схемы, и вы убедитесь, в чем кошмар. Ну, посмотрите, какая вот эта рябь, еще здесь бэк. И так устают глаза. И просто в какой-то момент вот прям зло берет. Видите, да, и схемка такая черно-белая, голубая, трехцветная, да? И здесь вот такие однообразные цвета. И просто уже бзык берет, думаю, ну, не хочу, не хочу, все, дайте мне что-то поярче. Вот, хотя вот сейчас вот дракончик уже лимонный такой, поярче, да? Но такая мешанина цветов, такая мешанина. А в итоге не видно пока еще, да, вот этот фрагмент вышиваешь, совершенно не видно, что будет в итоге, пока еще ничего не вырисовывается. И только вот эта рябь. Ненавижу вышивать рябь. Я не знаю, как я буду вышивать море, волны, шерсть у животных, не знаю. Хотя, в принципе, рыжего кота Триолис я вышиваю, вроде там ничего как-то. Ну, там рядочками идет. А здесь в разброс. Я не знаю, когда я закончу эту работу. Мой муж по гороскопу дракон. Я хоть и не увлекаюсь гороскопами, и тем более не увлекаюсь фэн-шуем, практически ничего о нем не знаю. Мне это неинтересно, да, но вот сам по себе дракон. Мне понравился. То есть я не вкладываю прям какой-то определенный смысл в этот фэн-шуй. Вот. Но как-то для мужа хочется что-то вышить. Ну, подумала, раз он дракон, то пусть ему будет дракон. Я же себе купила петуха, когда был мой год, год петуха. Я купила. Ну, думаю, мужу тоже надо что-то вышить. И он увидел этого дракона, ему понравился. Он говорит, вот, классный дракон. И еще подушку дракона я вышиваю в машину на 11-й конве. Ну, там только-только самое начало. Я же решила сейчас в работу брать только то, что у меня вышито уже большим участком. Вот достаточно много, да. Вот здесь сколько уже? Одна четвертая вышито. Даже если учесть, что вот здесь вот не зашивается, даже меньше, может быть, и меньше, чем одна четвертая. Ну, вот эти полукресты утомляют. Очень утомляют вот эти полукресты. Их здесь столько много. Но я вышивала уже денежное дерево, денежную жабу. Там тоже самое было. Столько же было полукрестов. Очень нравится мне в готовом виде, как выглядят эти работы. Я до сих пор не прочитала про фэн-шуи, что это означает. Не хочу даже увлекаться. И мебель у меня дома не по фэн-шую стоит. Не уделяю я этому столько внимания. Вот мне просто нравятся картины эти. Вот некоторые девчонки, когда что-то вышивают, они какой-то глубокий смысл вкладывают в свои картины. И даже в иконы какой-то глубокий смысл. А я нет. Иконы, как произведение искусства, мне очень нравится иконопись. Очень нравится мне вот этот дракон. Вот, поэтому я его вышиваю. Вот. Ну, а что здесь написано? Эти иероглифы, это уже пусть муж переводит. Вот, потому что дракон, он, по-моему, означает продвижение в карьере, успехи, благополучие финансовое. Ну, в общем, все, что нужно мужчинам. Вот, то, что для них нужно, все есть в этом драконе. Поэтому, когда я его закончу, я его вручу мужу, торжественно подарю, и все. И дальше пусть он уже изучает этого дракона подробно. Вот в этих монетках очень сложная техника, много блендов. И когда я вышивала денежное дерево и денежную гуру, вот из этой серии, все это было закрыто монетками. Все закрыто монетками. И для чего там так сложно была придумана эта техника? Наверное, кто-то не вешает монетки, для этого было так все сложно. Потому что все равно вот эти сложные участки завешивали с монетками. Здесь монеток нет. Но у меня остались монетки от двух предыдущих наборов. И я все-таки хочу их сюда повесить. Но когда закончу, я посмотрю. Я не знаю точно еще, куда их повесить. Я потом приложу и решу. Буду, не буду. Ну, в общем, только на готовой работе будет видно. Очень удивляет, что при таком количестве блендов и смены цветов, все-таки достаточно такая изнанка. Нет, конечно же, не идеальная, но так более-менее приличная. Хотя я не заморачиваюсь, не стараюсь ее специально делать красивую. Как получается, так получается. Ну, как-то вот тут более-менее получается. Вот такой магнитик у меня красивый петушок вот на этой работе с дракончиками. Что-то у меня в этом видео все смешалось. Фэн-шуй, иконы, гороскопы, цветочки. Ну, а что поделаешь, если мне все нравится? Я не знаю тогда, как показывать свои процессы. Когда короткое видео об одном процессе плохо, а когда обо всех процессах, как это, хорошо или нет, пишите в комментариях. Все, девочки, мальчики. Вот такие мои планы на ближайшее время. Я рада, как у меня начался год. Уже второе видео с готовыми, оформленными работами. И приближаюсь вот к финалу. Кто не видел мои готовые яблочки, посмотрите в предыдущих видео. Это тоже финал этого года. Ну, в общем, пока все идет нормально. Чего и вам желаю. Большое спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока. А тебе нравится? Я знаю, что тебе мои работы тоже очень нравятся. Да. А некоторым зрителям не нравится, когда собачек показывают. Я же не могу, чтобы тебя не показать. Ну и красавица. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.